Всем привет! С вами, как всегда, Вульф, и сегодня в меломании очередная часть о немецкой треш-машине под названием Creator. Что ж, вот и подходит почти уже к концу разбор творчества этой великой и поразительной металлической группы. Именно металлической, а не просто трешевой, хотя слово треш для нее до сих пор в фаворе и остается, конечно же, основой всего, чему так или иначе прикасалась, прикасается и еще будет прикасаться банда в то или иное время. Кажется, для нее не важны никакие ни запреты, ни сложности, ни самонадеянная излишняя влеченность какими-то не слишком нужными тому же трешу разными стилями и направлениями. Перед их лицом лишь одна единственная возможная цель. Цель быть как можно естественнее и соответствовать эпохе и времени. С исторической же точки зрения, одной из самых выдающихся черт качества Creator это его неувядающая настойчивость как в эволюции, так и в желании постоянно прогрессировать, хотя и не всегда это происходило с должной отдачей и приличным ростом. Во всяком случае, даже то, что большинство банд на протяжении всей своей жизни остаются лишь некими последователями и подражателями многих легенд трэша, приятно осознавать, что Creator всегда оставались и остаются в должной мере на своей высоте, даже тогда, когда, казалось, музыка их не излучала в полной мере того, к чему мы вместе с вами привыкли. Предпоследний же на данный момент альбом немецких трэшеров это не совсем новое изобретение или, можно так сказать, не совсем что-то так прям-то выдающееся и тем более неожиданное действие. Это, скорее всего, то, что очень похоже на тот же Enemy of God, только в более цельном и законченном виде, представляя из себя производную формулу того, что олицетворял себя диск 2005 года, со всеми этими уходами в Heavy Metal, Gothic и MDM. И в отличие от того же предыдущего Hordes of Chaos, где все было отдано в угоду возвращения брутальности и старого звучания, Phantom Antichrist, хотя и пытается следовать старым тенденциям, наполнявших саунд креатора конца 80-х, начала 90-х, но все эти ухищрения с лихвой разбиваются о стены, построенные на фирменных и эффектных современных наполнителях, где вовсю учитывается как мелодия, так и неуправляемый ураганный шторм. Конечно, все это прекрасно звучит лишь на бумаге. На самом же деле, музыка на призрачном антихристе лишь завуалирована и прикрывается, притом намеренно быть, как всегда, мощной и агрессивной, пытаясь использовать вектор, рассчитанный на небольшие дозы насилия. Конечно, иногда интенсивность достигает максимального предела, как, например, Civilization Collapse, одноименные вещи альбома и в Death to the World. А иногда, как From Flood Into Fire, ей подобно представляет обратную сторону медали, выстреливая чисто коммерческие посылы, которые звучат чуть ли не слезливо и жалко. И все это на фоне миллиона вкусных и удивительных рифов, на фоне чего-то исключительного, изобретательного. Притом, конечно же, это далеко не так хорошо работает. Так что давайте смотреть правде в глаза. Диск, хоть и имеет классные песни, но в нем нет суперхитов типа Фобии, People of the Light или Storm of the Beast, которые с первого прослушивания просто въедаются в голову. И ты только из одной этой вещи влюбляешься в остальной альбом. Он лишь для фанатов и людей, понимающих и чувствующих настоящую музыку. И важна как сама игра, так и обстановка. Phantom Antichrist, как альбом креатора, наверное, самый мой нелюбимый. Но я никогда его не посчитаю каким-то слабым или провальным. Ведь мое предпочтение к этой удивительной команде выражено в несколько другой плоскости. Когда и деревья были большими, когда каждый риф источал только агрессию и ярость. Когда пел барабанщик Вентор. Решительно до сих пор не понимаю, почему Юргену не доверяют микрофон, при том, что на концертах он до сих пор исправно поет. Ну и наконец, когда банда не особо мудрила, а выдавала недосягаемую для некоторых коллективов планку чистого трэша. Тем не менее, креатор с каждым релизом достигал и достигает все больше и больше профессионального уровня. Как музыкальности, так и самой игры на инструментах. Показывая не только свою ясную осведомленность того, что было модно и находилось в мейнстриме. Но и не забывая ни на минуту о своем предназначении. А именно лобать яростный трэш. Хотя и разбавленный с нетипичными для того элементами. В общем говоря, диск 2012 года немецкой группы Крейтор, хотя мне не сильно нравится, но не вызывает в душе абсолютно никаких негативных эмоций. Это все еще плотный и мощный комок неиссякаемой ядерной энергии, способный если не сподвигнуть на подвиги, то уж точно явно не оставит вас равнодушным. Да, он в который раз был отдан на расправу мелодии и излишней филигранной точности звучания. Но это все еще тот самый Крейтор, с узнаваемым рисунком и внешностью, которым можно если не восхваляться, то уж по крайней мере как минимум гордиться. А на этом у меня пока все, а с вами был как всегда Вульф и до новых видео в меломании. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok